Доброе утро, дорогие друзья! Ну что ж, всего несколько дней буквально отделяют нас от Рошашана, когда мы читаем в Торе и в Гавторе о трех знаменитых женщинах Сари, Рахеле и Хане, которые долгое время были бесплодными, но потом удостоились родить сыновей. Первый день праздника мы читаем в Торе, и Господь вспоминал о Саре. Это чудесная история, о которой рождился Ицхак, который появился на свет, когда Саре было 90, Авраму 100. В Гавторе мы читаем о Хане, жене Эльканы, которая пришла в Шилопа молиться о детях, и ее молитва была услышана, она родила пророка Шмуэля. А в Гавторе второго дня мы читаем о нашей праматери Рахеле, которая также была бесплотна в течение многих лет, и потом забеременела, родила Иосифа, затем Бенемина. Почему мы читаем о трех пророчицах на Рошашана? Именно. В Талмуде, в трактате Рошашана, сказано, в этот день на Рошашана были вспомянуты Сара, Рахель и Хана. Читая об этих трех праведных женщинах, мы узнаем, как они справились со своим бесплодием и наполнились уверенностью в том, что Всевышний услышит молитву и ответит. Это похоже на то, что говорил Любавич Схиребе, ссылаясь на книгу Зара о трех других персонажах, Нох, Аврам и Маше. По примеру того, как они решали проблемы, с которыми столкнулись, мы должны научиться себя вести в трудных ситуациях. Когда Всевышний открыл Ноху, что собирается принести в мир потоп, и повелел строить ковчег, чтобы семья могла его спастись, и он начал подчиниться и строить ковчег. Ему даже в голову не пришло помолиться за свое поколение, попытаться спасти его от гибели. Когда Бог сказал, что собирается разрушить вздом, Аврам спасил что, может быть там 50 праведников, столько-то. Он хотел спасти город за слугу праведников, но идея молитвы за нечестивых ему не приходила в голову. Но когда Господь после греха Золотого Тельца сказал Маше, что уничтожит город, что уничтожит народ, Маше сказал, прости всех, в том числе, и сказал, а если не простишь их грех, хорошо, если нет, сотри меня с книги жизни. В одной из своих бесед, Любавич Схиребе, объяснял, почему мы говорим немного с осуждением о Новахе. Объясняет, что не дай Бог не для того, чтобы посрамить его, а чтобы научить нас, что мы должны действовать не как Новах, и даже не как Аврам. И люди после дарования Торы должны действовать как Маше Рабейну. То есть мы не обвиняем Новаха или Аврама, потому что им не у кого было учиться. Однако мы сами перед глазами примеры трех руководителей поколений должны научиться, научиться тому, что не надо делать и действовать так же, как Маше. Возможно, это верно в отношении трех женщин, которые зачали в Роша Шана. Вспоминая историю про матери Сары, мы видим, как она не молилась за ребенка. Сказала Сара Авраму, вот утробу мою замкнул Господь, что он сказал, войди к моей рабыне и так далее. Сара не просит Всевышнего ребенка, а покоряется приговору небес. Поэтому она пытается что-то сделать, предлагает Авраму Агарь и так далее. Медраж Санхума, главе Ваера, говорит, что Сара отчаялась иметь сыновей. И действительно, Агарь вышла за Аврама, родила Ишмаэля и так далее. А потом написано, помянул Бог Сару. Рахель тоже была бесплодна, но был некоторый прогресс в поведении, что она сказала Якову, дай мне детей, если нет мертва. Раша в своем комментарии говорил, что Рахель попросила Якова помолиться за нее. Но сама, сама она не понимала, что может быстрее добиться до неба, чем любой человек другой, даже ее муж. В истории Ханы мы видим абсолютно другой подход. Хана пошла в Шило, потому что она не смирилась с приговором, как Сара, и не просила своего мужа Эль-Кана за нее. Хана решила действовать сама и пошла молилась. Написано, она молилась к Богу и просила его, и дай мне просила дитя мужского пола, и отдам его Господу на все жизни. Наши мудрецы установили читать на Рашашана три истории о Саре, Рахель и Хане. Что мы могли научиться на их примере, как правильно решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся в течение года. Сара и Рахель либо приняли приговор, либо просили кого-то за них помолиться. Но Хана учит тому, что надо делать. Если дела пойдут не так, нам нельзя сдаваться, нельзя перекладывать на других то, что мы можем сделать сами. У каждого есть своя огромная личная связь с Богом. И Бог услышал ее молитву, и она родила сына, назвала его Шмуэль. То есть так же каждый из нас может и должен молиться Богу, и быть уверенным, что его молитвы будут услышаны. Мы находимся буквально уже в шаге от Рашашана. Это начало Нового года. Это начало времени, надо что сделать? Забыть все проблемы прошлого года. Маленькие, большие, ссоры, гнев, даже самые важные, разочарования, что мы испытывали. Все проблемы, которые, все, что вызывало беспокойство, все, что парализовало нас в этом году, когда мы вспоминаем, надо все остановиться, избавиться от этого груза, забыть этого всего, выбросить его в море, выбросить, скрыть. И начать с нуля. Причем начать вот без всего, так перевернулся, начинаешь Новый год, ты новый человек. Начать сначала, это прежде всего жить с будущим. Что означает помнить и повторять, что будущее у нас впереди, видеть, что Бог впереди, знать ошибки свои, но верить в то, что все будет хорошо. Желаю всем хорошего и сладкого года, хорошей записи и подписи в книгу жизни. Брахавы от слаха.